МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телеканал «Видное ТВ» начинает свою работу в прямом эфире. Сегодня у нас в студии Александр Борисович Гуделин. Он уже был у нас в гостях, но сегодня он в качестве начальника отдела ГИБДД по Ленинскому району. Александр Борисович, я рада вас приветствовать. Добрый вечер. И хочу сказать нашим телезрителям, что если у вас есть вопросы по безопасности дорожного движения, по работе ГИБДД в Ленинском районе, вы можете адресовать их нашему гостю. Я думаю, что мы успеем ответить на все вопросы, которые поступят в прямом эфире. Ну, а я тоже хочу задать вопрос, начнусь со статистики. Вот существует статистика, ну, это обычно такие сухие цифры, которые нам мало что говорят, если мы их не сравниваем в периодах. И вот тогда мы уже можем делать выводы и предполагать, снизилась ли аварийность, ли увеличилась аварийность. Вот как в нашем случае кривая, куда идет вверх, вниз? Ну, в целом мы имеем снижение, если отталкиваться от цифр, то на 9 месяцев текущего года статического ДТП, в которых у нас пострадали люди, значит, по цифрам это 52 учетных дорожно-трассных происшествий, аналогичный период прошлого года, это 47, в которых у нас 57 человек раненых, это цифра 45 с аналогичным периодом. Из них 5 человек у нас погибло в прошлом году, это 7 человек, и 7 человек детей пострадали, 7 также аналогов в том году. – Ну, цифра-то неутешительная как раз, это одно, другое, кажется, цифра, да? А когда мы понимаем, что это цифра человеческая жизнь… – Здоровье, да, людей, это жизни людей, да. Тут надо понимать, что цифра, она немножко расходится по позициям, где люди пострадали, это увеличение у нас числа пострадавшего, но по погибшим это другая статистика. В целом, если ориентироваться на аналитику этого направления, то мы имеем снижение на 40% по тяжести последствий. – Ну, это уже хорошо. А скажите, вот по вашему мнению, что является такой основой автодорожных несчастий? Может быть, там, плохое состояние дорог, или вот в кавычках легкомыслие водителей или пешеходов? – Ну, кого-то отдельно выделять пешехода или водителя в этих ситуациях нельзя. Все вместе, в совокупности влияет и дорожная обстановка, и дорожные знаки, и разметка, и ямочность наших дорог. Отношение водителей к соблюдению правил дорожного движения и пешеходов. В целом, это, можно сказать, конкретно мы разбираемся по каждому случаю и факту. Выявляем причины и условия этих дорожных трансовых происшествий, но зачастую это связано все-таки более с нашими водителями. – Угу. – На соблюдении. – Может быть, мы к ним позже вернемся, а сейчас я хотела бы сказать о том, что есть и еще одно условие, которое влияет на аварии на дорогах, это природные явления, погодные условия. – Конечно, конечно. – И вот, как пример, осень, темное время года, темнеет раньше, пешехода практически не видно. И мы на страницах газет, на телеканалах, в том числе и на нашем, часто сейчас видим некую рекламу о светоотражающих… – Элементах. – Элементах, да, вот так они называются, еще их по-другому называют фликеры. – Неужели вот эти фликеры способны спасти человеческую жизнь? И как серьезно можно к ним относиться? И действительно ли нужно их применять? – Да, зачастую все наши ДТП, конечно, обусловлены изменением, переходом уже с летнего на зимнее время, это темное время суток, как вы сказали, где-то это вне населенных пунктов, часто это неосвещенные участки дорог, это осадки, блики от дорог, когда водитель минимально имеет возможность видеть пешеходов. Но что касается фликеров и светоотвращающих элементов, как мы знаем, да, постановление правительства 1197 с 1 июля, которое вступило в законную силу часть изменений в правил дронодвижения, обязывает пешеходов… – Ну, там за городом, по-моему. – Это вне населенных пунктов, да. Вне населенных пунктов это рекомендательный характер, а вне населенных пунктов это обязывает правила дронодвижения для пешеходов, в частности, носить на предметах одежды и светоотвращающие элементы. Это могут быть и фликеры, это могут быть и накидки, и полоски, любой материал со светоотвращающим элементом. А в свою очередь, я могу сказать, что выезжая на дорожно-транспортные происшествия, и в целом, и по области, и совещания, и мероприятия у нас, которые проводятся, для пешеходов, детей, это огромная влияет роль на все-таки предотвращение дорожно-транспортных происшествий. – Не пустые слова. – Абсолютно не пустые слова. Водителю как бы дополнительно предоставляется возможность со стороны пешеходов видеть их, видеть их внезапные переходы. Когда пешеходы у нас идут по краю проезжей части, по обочине, все-таки это помогает правильно и быстро сориентироваться водителю. – Ну, хорошо. Вот у вас в ГИБДД хорошо работает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения. Они работают и со школами, и с детскими садами. И раздают просто на улице эти фликеры. Но я не видела бы такую общероссийскую акцию, где бы это продавалось. Вот обязали носить вне города цветоотражающие элементы. А где их приобретать? – Ну, на предметах одежды уже как бы это не новое. Вот, в частности, мои дети. Мы с супругой стараемся и приобретать костюмы. – Изначально. – Изначально, да. Уже как бы стараемся брать те вещи, которые вот и носят вот возвращающие элементы. Это очень удобно. Это и так же это в детских магазинах сейчас очень часто, вот сам наблюдал, продаются и браслеты на руке, а их можно использовать как на руке в целом и на предплечье. То есть много очень вещей интересных. И если мы заботимся о своих детях, я очень рекомендую нашим жителям, гражданам, по крайней мере, сделать шаг к безопасности своих детей. – А в правилах говорится только о детях или для всех пешеходов? – Нет, в правилах говорится пешеход. Ну, если взять за основу этого вопроса, то я считаю, что в первую очередь это дети, это взрослый человек, он все-таки более лучше ориентируется на проживую часть, нежели ребенок. – Хорошо, с этим мы решили. Но сейчас я хотела бы поблагодарить, я не знаю, власть или город, может быть, ГИБДД, за то, что пешеходные переходы в городе, вот на улице Советской, стали заметны. Это для темного времени суток также очень помогает. Мы видим мигающий сигнал светофора. – Т7, так называемый. – У нас светящийся знак о том, что там пешеходный переход. – На желтом фоне, да. – Да, скажите, мы все переходы сделаем заметными? – Есть, существует целевая программа губернатора Московской области, который дал поручение главам максимально проработать этот вопрос обеспечения пешеходных переходов, особенности возле детских учебных учреждений, детских садов, школ. И именно проработать вопрос об оборудовании всех этих пешеходных переходов светофорами Т7, как вы сказали и заметили, мигающий желтый сигнал для привлечения внимания водителю, для понимания того, что он приближается либо к регулируемому, либо к нерегулируемому пешеходному переходу. – Это дорожные знаки на желтом фоне со световозвращающей пленкой, это пешеходные переходы с желтой разметкой. Если вы видели, у нас в городе уже мы с администрацией плотно работаем в этом направлении, стараемся как можно быстрее выполнить пожелания и требования губернатора. – Ну вот переходы пока не видела, а вот эти знаки… – Вторая школа, первая школа, уже у нас, естественно, оборудованы. Вот Олег Владимирович Хромов, наш глава Ленинского района, мы серьезно занимались вопросом, буквально это август и сентябрь. Вы сами теперь можете проехать по Белокаменному шоссе и увидеть там два светофора уже в наличии, пешеходные переходы уже в наличии. То есть максимально делаем все возможное. – Приводим в порядок. – Ну, мы стараемся. – Но не все еще в порядке. – Я хотела бы обратить ваше внимание на один сюжет, который подготовила наша съемочная группа. В этом сюжете будет заключаться вопрос. Внимание на экран. Наталья Тимофеева и Лидия Завьялова живут в доме номер 39 по проспекту Ленинского комсомола. Каждое утро они ведут своих детей в учебное заведение. Наталья – свою дочку Дашу в гимназию, а Лидия Васильевна – внука Максима в детский сад. По правилам дорожного движения они, как, впрочем, и все люди, перейти дорогу должны только по переходу. И он есть. Но дойти до него, не подвергая себя и детей опасности, жители этой части города просто не могут. Поскольку тротуары заставлены машинами. Зимой вообще будет вон та дорога нечищена, и мы будем ходить по сугробам, опять же, выходить сюда на трассу, в которой поток машин идет, еще больше грузные машины едут. И приходится вот переходить, вот под девочку отпустить одну тоже нельзя, да, и постарше дети, я не знаю, как ходят. Выходим под колеса автомобиля, смотрим, чтобы обойти стоящие на тротуаре машины. Страшная дорога, большие машины, тройка идет. В общем, надо, наверное, или вот столбики поставить на тротуар здесь, чтобы не заезжали машины. Вот это большая просьба. Из микрорайона Радужная людям также очень неудобно добираться до главной дороги города. Скопление не только личного автотранспорта, но и большегрузных машин, привозящих на стройку материалы, создают хаос, который грозит дорожно-транспортным происшествиям. Хотя бы, как минимум, поставить столбики, чтобы машины не парковали. Конечно, парковочных мест мало, это ужас. Если вечером приезжаешь, не встанешь, может быть, в несколько этажей какую-то парковку здесь сделать. Но однозначно в садик ходить нам как минимум неудобно. Тут вообще повернуться негде. И поставить машину негде. Надо, наверное, нашему этому решать, мэру или кто занимается дорогами. В других местах же решают эти вопросы, и у нас должны решить. Эта наболевшая проблема давно уже висит в воздухе. И теперь жители намерены обратиться в комиссию по безопасности дорожного движения, работающей при администрации Ленинского района. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ. Ну вот очень наглядно мы видим все эти машины, которые занимают тротуары. Понимаем, что каждой машине не поставишь инспектора. И если даже они там подежурят час, то в следующий час там опять будет эта стоянка. Что делать? Как с этим бороться? Ну, на наших совещаниях, рабочих, которые мы проводим с собственником дороги, которые обязаны обеспечивать для наших граждан и обустраивать и пешеходные переходы, и тротуары, и все эти вещи, Александр Евгеньевич Усков в лице исполнительной обязанности до главы города Вильного, это действительно проблемный вопрос. Это абсолютное непонимание изначально водителей, собственников этих транспортных средств, которые паркуются, заочно понимают то, что они делают это нарушение права дорожного движения и на самих пешеходных дорожках. Мы, в частности, служба ГИБДД, принимаем меры рейдового характера, направляю я инспекторов для того, чтобы они максимально привлекали данных сотрудников за нарушение правил стоянки и остановки. Не сотрудников привлекали, наверное, нарушителей. А их-то множество. Множество. И этот вопрос касается и не только этой улицы. У нас много улиц в городе в целом, где правила парковки нарушают очень много, большое, огромнейшее количество людей. Люди постоянно жалуются, пишут нам письма. Есть ли надежда просто стоит в том, чтобы поставить столбики? Каким образом жителям близлежащих домов обратиться, чтобы их желание осуществилось? И, может быть, даже следующий такой вопрос сразу у меня пойдет. Можно ли простому жителю города через ГИБДД, через обращение к руководству, выходить с какими-то инициативами, которые помогут эффективно обеспечивать безопасность на дорогах? Да, для двухстороннего общения, понимания трудностей, которые интересуют наших жителей, создан интернет-сайт, адрес электронной почты ГИБДД. Видное ГИБДД, сейчас, секундочку, я уточню. Мы просто проработали этот вопрос буквально недавно, в течение этой недели, для того, чтобы качественно принимать эту информацию. Я так думаю, что в поисковиках-то он появится, если... Видное.гибдд.собакаяндекс.ру Это электронная почта, на которую можно присылать заявки, как письма. Да, письма, обращения, интересующие вопросы, и мы будем рассматривать, отвечать, реагировать. Такая обратная связь предусмотрена. Да, да, да. Все-таки то, что приходит к нам по посте, это довольно-таки промежуток времени большой. Нам интереснее будет реагировать, стараться реагировать на это в минимально короткие сроки. Хорошо, вот вам пришло заявление. Хотим столбики? Столбики? Да. Не вы же их ставите, нет таких финансов у вас. Нет, в службе ГИБДД у нас надо понимать, что мы надзорно-контрольные функции выполняем в этом плане, а не обустройство города. Но по этому поводу я обязательно сделаю обращение в адрес администрации. И я думаю, мы этот вопрос рассмотрим и максимально постараемся разрешить в ближайшее время. Вот вы сказали, что пытаетесь наладить обратную связь. Сейчас у вас уже есть свой сайт, не сайт, а электронный адрес, на который будет приходить обращение. Такая тенденция идет везде, что люди стараются экономить свое время и пользоваться какими-то услугами онлайн, также оплачивать штрафы, ну и многое другое. Сейчас нет смысла перечислять все это. Скажите, вот каким образом можно избежать стояния в очереди, сэкономить свое время при решении каких-то вопросов, которые находятся в компетенции ГИБДД Ленинского района? Есть ли у вас какие-то услуги уже в новом современном формате оказывающих? Есть такие услуги, они предоставляются на официальном сайте, сайт называется госуслуги.ру, через который можно воспользоваться этим сайтом, записаться на прием в ГИБДД, именно связанный с регистрацией транспорта, с экзаменацией, с экзаменационной работой, и вне очереди прибыть для решения своих вопросов. Также я хочу отметить, что буквально в течение октября месяца был проработан вопрос совместно с ГУДД по Московской области для установки в нашем подразделении электронной очереди. Что позволит, в свою очередь, это вопрос об установке будет решаться во второй половине ноября месяца, то есть я уверен, что ближе к концу ноября в нашем подразделении уже будет та очередь, которой, конечно, неприятно, что она существует, но она будет упорядочена, и человек может в электронном виде все записаться, прийти, назначенное время потом. Ну, мне кажется, с того момента, как у ГИБДД появилось новое здание, и очередей-то особых не наблюдалось, по крайней мере, звонков нам, с жалобами на вас не поступало. Старайтесь, я думаю. Очень приятно слышать, что жалоб не поступало. Есть некоторые вопросы, бывает и наплыв граждан огромнейший, и это связано с тем, что все-таки мы... Это тоже от сезонности, наверное, зависит. И от сезонности. Тут тоже много факторов, но тем не менее. Сейчас существует возможность у граждан, как заменить водительское удостоверение в любом подразделении, зарегистрироваться транспорт тоже в любом подразделении. И в целом наше подразделение было изначально создано для обслуживания наших жителей, а в настоящее время мы имеем такую... Как это можно охарактеризовать? Миграцию. Миграцию, да. Это жители Москвы. Это основная сейчас наша масса посетителей. Ничего себе. Не задумывался над этим. Хочу с вами обсудить тему. Многие жители города Видное получают письма счастья. Получают они их не за превышение скорости на МКАДе или еще где-то, а из своего собственного города к ним приходят штрафы за неправильную парковку. Мы рассказывали в своих сюжетах, что заработала такая система ПарКон. Вот я хотела бы обсудить способы ее работы. И сразу вопрос от телезрителя, от нашего. По городу установили знаки «Парковка запрещена», а машины по-прежнему паркуют. Никаких мер к нарушителям не принято. Когда примут меры и будут эвакуировать автомобили? То есть меры-то все-таки принимаются. Человек сам не ставя не понимает, что эти меры-то приходят к тебе в кошелек, залезают. В целях выполнения и соблюдения нашими гражданами правил остановки и стоянки со 2 сентября текущего года нами совместно с администрацией города опять же проработан вопрос работы системы ПарКон, так называемой, для фиксации нарушений. В настоящее время мы имеем работу этих парконов на улицах нашего города. Это советская, ПЛК, школьная. На прошлой неделе была согласована схема движения ПарКон по улицам Берево-Зоя и Белокаменное шоссе. В чем смысл работы ПарКона? Изначально, для того, чтобы не было нареканий со стороны наших граждан, совместно с администрацией была проработана полностью установка дорожных знаков, согласована, единая дислокация, как это положено, документально все оформлено у нас. В соответствии дорожных знаков. И потом пригласили представителей этой системы, которая работает уже не один месяц и не один год в Московской области, для решения именно вопроса по остановке стоянки. Потому что даже если взять улицу Советская, которая имеет 4 полосы для движения, а в результате мы имеем только 2, потому что неправильно припаркован транспорт, а на улице ПЛК, особенно в зимний период, мы сталкивались с тем, что у дорожных служб даже не было возможности убрать снег с проезжей части. Это превращалось на полоса для движения в сугробы. Бросали транспорт просто, не думая о других людях. Люди, которые переходят проезжую часть на пешеходных переходах из-за транспорта, другим водителям, которые ехали, не видно пешеходов. Все это в совокупности. И было принято решение привлечь вот эту службу. Она оправдывает себя? Она в целом, да. То, что было ранее на улице, такая как ПЛК и Советская, мы конкретно имеем результат работы. Да, ну да, очистились улицы. И вот сейчас, когда говорят, что машины стоят, видно, стоят, но бросают их там с включенными мигалочками, типа мы ненадолго. Не факт, что они не попадают в это время под проезд Паркона и под штраф. Работа Паркона основана на соблюдении им маршрута движения, которое мы согласовываем в моем лице и лице администрации, трехстороннее соглашение о совместной работе. И система Паркон работает таким образом, что, проезжая, фиксируя нарушение, цикл времени составляет порядка 10 минут. То есть первый раз машина проехала, и по истечении 10 минут она повторно проезжает по данному маршруту и фиксирует уже само нарушение. Если машина осталась на прежнем месте, то есть заочно мы предоставляем возможность человеку, как это предусмотрено по правилам дорожного движения, минуту, что-то в магазин отойти, либо другие. То есть время сводится не к мгновенной фиксации этого нарушения, а все-таки возможности человеку сделать какие-то свои вопросы, вещи. Но тем не менее, я в этом плане могу рекомендовать нашим гражданам все-таки обращать внимание на дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения. А вот вторая часть вопроса, когда будут эвакуировать автомобили. И есть еще один вопрос от телезрителя, работает ли в городе эвакуатор, есть ли у нас штраф стоянки. Давайте попробуем ответить на эти вопросы. Это вопрос актуальный, правильно заданный, но по эвакуации транспорта и наличии стоянки пока этот вопрос решается. Решается, опять же, на уровне администрации. Все это пока в процессе согласования. На сегодняшний день у меня есть понимание того, что администрация давно уже заинтересована этим вопросом. И совместно этот вопрос состоит еще не только как от администрации, еще он зависит в целом от правительства Московской области. Есть алгоритм и перечень документов, которым необходимо определиться, составить по условиям хранения, по условиям доставки, эвакуации и так далее. Я думаю, что в течение, я даже уверен, что в течение двух-трех месяцев этот вопрос будет решен, эвакуация у нас состоится, транспорт с мест, где неправильно припарк он, соответственно, опять же, с дорожными знаками. И мы все-таки будем иметь свою личную стоянку. В настоящее время транспорт, дорожный транспорт, происшествие нарушителей, он эвакуируется на штрафстоянку. В соседний домодедовский район, в Сонино. Следующий вопрос. Валентина Ивановна Толкунова. Оправдывает ли себя круговое движение на ПЛК? Там постоянные пробки. Не было бы лучше, если бы там стоял светофор. И еще вопрос этого же характера. Как предлагаете бороться с пробками, которые ежедневно мы наблюдаем на кругу пожарки? Там просто необходимо в срочном порядке решать вопрос со светофорами. Болезненная точка. Болезненная, абсолютно. Я согласен с нашими телезрителями, с человеком, который задал этот вопрос. Могу пояснить следующее, что этот вопрос имеет наше понимание. В настоящее время разрабатывается проект организации движения. Все-таки мы на уровне администрации взаимодействия сейчас решаем вопрос об дополнительном выезде из города. Вся проблематика этого вопроса состоит в том, что все-таки с улицы Березовой, с микрорайона номер 6, мы имеем один выезд. На данном этапе мы постараемся сейчас разрешить вопрос решения проезжей части выезда из 6 микрорайона на две полосы и дополнительное расширение проезжей части независимой УЗ сделать с улицы Советской для того, чтобы минимизировать транспортный поток на самом круговом движении. А в перспективе это, конечно же, вопрос не одного дня. Администрации разрабатывают, еще раз повторюсь, схема организации движения именно возле пожарной части на этой улице ПЛК Советской Березовой. От Натальи Алексеевны вопрос. Сын продал машину, видным через магазин. Она уехала в Пермский край. Теперь новый хозяин нарушает правила дорожного движения, а штрафы приходят моему сыну. Он ходил к нам в ГАИ, его отправили в Пермь. Туда он написал по интернету. Ответили, что должны решать вопрос здесь. Как прорваться через этот замкнутый круг? На самом деле, никакого замкнутого круга-то и нет. Здесь правильно я порекомендую, даже посоветую собственнику транспортного средства. Зачастую с чем связан этот вопрос? Продав автомобиль, Собственник по документам и по базам данных до момента снятия его с учета в связи с продажей, он является собственником. Поэтому в его адресы направляются штрафы. Для того, чтобы разрешить этот вопрос, необходимо первое, что сделать, в заявительном характере обратиться в органы ГИБДД для снятия с учета транспортного средства, что предусмотрена и есть техническая операция, снятия с учета в связи с продажей. Справка купли-продажи. Это первое. Взорняка осталось, да? Конечно. Долгар купли-продажи необходимо будет предоставить в те органы, кто наложил административный штраф. То есть ему все-таки в Пермь направить либо почтой заявление, либо... Здесь все-таки порочный круг. Тяжело доказать теперь, что ты не являешься владельцем, если ты находишься здесь, а нарушается в Пермь. Ничего тяжелого нет. Человек либо в электронном виде, отсканированном, либо по почте отправляет заявление о разрешении этого вопроса, приложив договор купли-продажи. И все. Абсолютно все. И по дате договора купли-продажи сотрудникам будет очевидно и понятно, когда человек продал, и что далее с транспортным средством. А почему нет единой базы, раз происходит купли-продажи? Почему не доходит до ГИБДД о том, что меняется владелец? Ну а договор купли-продажи мы не заносим в базу, мы заносим в базу сведения о новом собственнике. Вот в этом и состоит вся ситуация. То, что человек, продав автомобиль, считает, что его... Юридически это правильно. Да, он продал, он о нем не думает. Но фактически собственникам по базе данных и штрафы, направляемые в госавтоинспекцию, они отправляются собственнику. И до тех пор, пока вопрос по отчуждению автомобиля по базе не пройдет, она ситуация не исправится. Трудно здесь мне с вами согласиться, но спорить не буду. Закон суров, но он закон. Да это правило регистрации автотранспортных средств. От Ивана вопрос. Даже предложение. Большая просьба отрегулировать светофорное движение перекресток Белокаменного шоссе и выезд на Таблова. Светофор горит несколько секунд, буквально на три машины. Его необходимо увеличить. Тут недалеко от вас. Совсем недалеко, я бы даже сказал. Этот вопрос с нами тоже прорабатывался и неоднократно. Но для понимания гражданина, и кто к нам обратился, значит, на сегодняшний день мы имеем фазу светофора в 11 секунд на данном перекрестке. 11. 11 секунд, да. Этого вполне достаточно для того, чтобы выезд совершило порядка 5-7 автомобилей. Если изменить фазу данного светофорного объекта, то мы будем иметь заторвую ситуацию на самом Белокаменном шоссе. А выезд с деревни Таблова, я бы не сказал, насколько я сам постоянно передвигаюсь. Я вижу, что затруднения там они носят очень нечастый характер. Не хотят просто ждать, видимо. Чуть-чуть подождать, да. Все у нас с нетерпением происходит. От Кирилла Дмитриевича вопрос. На перекрестке Советской и Школьной улиц машины поворачивают уже с трех рядов. Нарушают правила даже автобусы. Почему бы там не установить камеру с видеофиксацией нарушений? По данному вопросу, опять же, могу довести до наших телезрителей и сообщить им некую информацию о том, что нами, моим подразделением, направлено в адрес управления ГИМДД по Московской области информация о выделении комплексов системы видеофиксации нарушений права дорожного движения. В настоящее время информация это находится в управлении ГАИ. В ближайшее время на Белокаменном шоссе, на ПЛК улице, это эстакада на Донбасс, который ведет у нас, да, путепровод. А также на Школьной улице будет установлена система видеофиксации. Дело времени. Немножко терпения и порядок будет. От Николая вопрос. Зачем нужна видеокамера на ПЛК у второй шоколадки? Она работает на пересечении стоп-линии. А ведь сначала там загорается стрелка направо, и для того, чтобы не задерживать движение, можно было бы продвинуться и пропустить их, но за это предусмотрен штраф. Лучше бы штрафовали тех, кто паркует свои машины как раз за стоп-линией, тем самым мешая проезду. Ну, вторая шоколадка, это так в народе называют дом на ПЛК. Я понимаю, да, о чем идет речь. Ну, что можно сказать? Что, во-первых, на этом перекрестке старый светофорный объект. Заявка в адрес администрации на установку нового светофорного объекта для возможности сделать фазу выезда с этой улицы налево и направо в одно время. Да, этот вопрос тоже прорабатывается. Но как рекомендации, я могу сказать, что стоп-линия, она не просто соблюдает правила дорожного движения, не надо реагировать на сигналы других водителей о том, что мне необходимо проехать. Опять же, нетерпение, спешка, все это в целом. Замечание по поводу тех, кто паркуется за стоп-линией, она, кстати, очень здесь хорошая. По-моему, согласен. Им-то ни за что штрафы не приходят, а они мешают проеху. Приходят, поверьте мне, приходят. Приходят. Ну, конечно. Тоже уже ездят с системой Паркон. Ездят, и сотрудники отдельно выявляют, фиксируют, фотографируют все эти нарушения, и в адрес собственников направляется информация о штрафах. Вопрос от Константина. Планируется ли оборудование карманов для автобусов на улице Черняховского у остановки школы милиция? Там автобус собирает за собой большую пробку, а объехать его нельзя. Разметка сплошная. Ну, на данном участке речи о дополнительном выделении кармана не получится. А остановка находится на проезжей, фактически рядом с проезжей части, и сзади остановки места на расширение кармана для автобуса нет возможности такого. Этот вопрос мы тоже рассматривали. А почему сплошная там? Нельзя обогнать? Если наш водитель будет постоянно обгонять в местах автобусных остановок, чем это запрещено, совершать маневр, то мы будем иметь последствия и тяжесть дороже трассы проезжей части. Уже с пешеходами. Следующий вопрос от Ольги. Как быстро мне необходимо поменять водительское удостоверение? Я недавно вышла замуж и сменила фамилию. И кто вообще узнает, что она вышла замуж, сменила фамилию на фотографии? Понятный вопрос, он как бы повседневный такой вопрос изменения персональных данных. Ну, что можно сказать? Постановление правительства 1197 о порядке выдачи и замены водительских удостоверений предусматривает в обязательном порядке замену персональных данных, в случае замены персональных данных, замену водительских удостоверений и документов. Сроки там не оговорены? Ну, не затягивайте, Ольга. Так, этот я уже вопрос вам задала, но есть еще и другие. Возле дома номер 10 по улице Советской установлен знак «Парковка запрещена». Парковочные места только возле дома и за парковку автомобиля присылают штраф. Когда снимут знак? Знак устанавливался не для того, чтобы его снимали, а для того, чтобы упорядочить установку, стоянку, транспортных средств. Опять же, возвращаемся к тому вопросу. Но что касается… Понятно, одно дело – это установить дорожные знаки, другое дело – дать людям и гражданам возможность парковки своих автомобилей. Вопрос этот уже озвучен, он задан в администрацию и в перспективе, я думаю, что возможность там существует создать карманы, он будет проработан и решен. Виктор Павлович, как быть в следующей ситуации? Едешь по заводской улице или по ЛК, и если передо мной останавливается машина, для того, чтобы ее объехать, необходимо пересечь сплошную линию, что является нарушением. Как быть в такой ситуации? И здесь же второй вопрос у него, можно ли проезжать на мигающий зеленый сигнал светофора? Ну, второй-то какой-то совсем из очевидных… На мигающий зеленый можно, это в правилах дорожного движения предусмотрено у нас. А то, что касательно заводской… Сама улица и автобусная остановка, которая расположена на этой улице, да? Пробовали мы и пытались проработать вопрос о создании карманов, так называемых, да, для автобусов. Но в связи с тем, что за автобусной остановкой идет газовая труба. Да. Да. И надо понимать, что останавливается автобус над газовой трубой, это придет не к очень хорошим моментам. Ну, что сказать нашим автовладельцам? Немного терпения, тем более, что автобус по правилам дорожного движения – это не препятствие. Соблюдайте правила дорожного движения и разметку. Опять же, возвращаясь к тому вопросу, что на самой улице Заводская, слава богу, у нас не было наездов на пешеходов пострадавших. Угу. Белокаменное шоссе расширили, а грузовики вдоль дороги стоят по-прежнему. Недолго будут стоять, я уже повторюсь, система Паркон заработала, наряды дорожной патрульной службы ориентированы, мы боремся с этим вопросом, занимаемся им ежедневно. У меня оплачены все штрафы, но в базе ГИБДД они висят как неоплаченные. Актуальный абсолютно вопрос, на сегодняшний день существует нормативный документ, это указание ГАИ России, которые провели совместную работу с Генеральной прокуратурой, Банком России, Казначейством. И на сегодняшний день вопрос о несвоевременной передаче на федеральный уровень информации, именно кредитной организации. Вопрос, допустим, в частности, если банкам не переведены нужные соответствующие время информацию о платеже. Тут с 5 октября ГАИ уже сняла свои временные полномочия по случаю, когда гражданин предоставлял нам платежные документы, квитанции. Мы вносили эти сведения в виденную базу. Сейчас для нас эта ситуация полностью закрыта, и свои обязанности должны выполнять кредитные организации. Только через них, через обращение к ним, нужно уточнять, почему, какие имеются причины, и разбираться. Где платили, туда идти выяснять. Конечно. Следующий вопрос. Я проживаю на улице 2-я Радиальная, в доме, в котором я проживаю, снимает квартиру мужчина. Он паркует газель большую, грузовую, возле дома. Можно ли грузовые машины парковать возле жилых домов? И какие меры можно принять вот к этому моему соседу? Спрашивает нас. Какая улица давайте я... 2-я Радиальная. 2-я Радиальная? Да. Рейд провести по парковкам в этих дворах. Я думаю, раз мы разберемся с этим водителем, кто там грузовой транспорт под окна ставит. Неправильно. Следующий вопрос от Алексея. Можно ли прокомментировать информацию? В новостях сообщили, что скоро отменят коды городов на регистрационных знаках в автомобиле. Правда ли это? Есть такая ситуация. Она сейчас, насколько мне известно, существует законопроект, который нанесен в Думу на рассмотрение действительности, отменить регионы, оставив только наш флаг на регистрационных знаках и, собственно, обезличить регистрационные знаки, не привязывать их ни к городу, краю, области и так далее. Есть такая информация, но не готов пока утверждать, что будет это, да, и когда это будет. Поэтому такое рассмотрение этого вопроса и вариант такой, как бы, есть. Существует. Федорова Марина Викторовна. Возле дома 12 по советской. Знак «Парковка запрещена». Когда снимали сюжет, приезжал Уткин и сказал, что знак не действует. На парковочных местах возле дома. Мы сегодня не показывали этот сюжет, мы думали, что это все разрешился вопрос. Пылка 12, да, там знака нет, в принципе, после перекрестка. Поэтому можно, как бы, машины парковать. Но жители сейчас жалуются, что в ГИБДД сказали, что нет распоряжения на их счет, и штрафы все равно присылают. Куда же обращаться? Я думаю, по этому вопросу необходимо обратиться в администрацию. Потому что, еще раз повторюсь, то, что касается улиц Советской, ПЛК, и везде, где у нас работает система Паркон, организация работы его согласована и с администрацией, и с нами. Согласована она после того, как были корректированы дорожные знаки, установлены, и маршрут движения. Одна минута в эфире, а звонки все поступают. Татьяна Федоровна, по улице Центральной, возле УВД, постоянно стоят машины. Дорога узкая, невозможно разъехаться. Что-то надо делать. Абсолютно согласен. Конечно, на Центральной у нас не так давно, как буквально позавчера, руководитель начальника УМВД Кучун Алексей Валерьевич, мы этот вопрос с ним обсуждали, и в ближайшее время мы наведем порядок там. На Центральной тоже самое будет работать система Паркон. В Орламово-Марина, в районе троллейбусного парка, нет повороток магазина перекресток. Хотя раньше он был, почему бы его опять не сделать? А это вот уже возле нас здесь. Давайте уточним еще раз. У троллейбусного парка здесь запрещен. Левый поворот? Да. Болезненный вопрос тоже мы рассматривали буквально на последней комиссии. А ведь этот левый поворот может помочь разгрузить перекресток, который круговое движение. Для создания левого поворота необходимо делать дополнительный карман. Расширяться. Именно. И вопрос на последней комиссии по БД тоже рассматривался. Это фактически место рядом с автобусом, напротив автобусной остановки получается. Вот сейчас мы прорабатываем именно вопрос перемещения автобусной остановки. Чуть-чуть сдвинуть остановку. За счет этого, да. И тогда может появиться этот поворот. И тогда мы постараемся решить эту ситуацию. Я не успела, к сожалению, зачитать все вопросы. Но, уважаемые телезрители, вы не волнуйтесь. Я их обязательно отдам Александру Борисовичу. И ответы на них вы сможете прочитать на странице районной газеты «Видновские вести». Я благодарю за то, что вы сегодня так плодотворно отвечали на вопросы телезрителей. И, соответственно, желаю, чтобы вы почаще к нам приходили, пользуются спросом тема безопасности движения, организации движения в Ленинском районе. Так что рады видеть вас у нас в студии. Спасибо вам большое. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова